Автор субтитров А.Семкин Вольво, увидев впереди препятствие, хотел перестроиться, но по левой полосе двигался контейнеровоз. Затормозить он тоже не успел. Автовоз наехал на остановившиеся машины, а сломанная «Газель» сбила своего же водителя. С многочисленными переломами мужчину, в 63-го года рождения, увезли в больницу. В региональном УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении нескольких мошенничеств. В полицию обратились жители областного центра и сообщили, что им звонят неизвестные, представляясь близкими родственниками, и говорят, что якобы попали в беду. Для возмещения ущерба по страдавшим или срочной операции требуется крупная сумма. Введенные в заблуждение люди передавали мошенникам деньги. В ходе следствия установлено, что 32-летние жители Ставрополья и 23-летние жители Московской области, выступая в качестве курьеров, приезжали к обманутым пенсионерам и забирали деньги. В качестве вознаграждения за оказанные услуги им выплачивался процент. В январе 2022 года фигуранты задержаны сотрудниками регионального уголовного розыска. По данным следствия, на счету злоумышленников семь эпизодов противоправной деятельности. Жертвами мошенников стали женщины в возрасте от 75 до 86 лет, у которых были похищены почти полтора миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заволжский районный суд Твери для рассмотрения по существу. Тем временем региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о бдительности. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь с сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание гражданам. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Продолжение следует...